МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости дня в студии Максим Самойлов. Прямо сейчас расскажем о самых заметных событиях региона. Вот лишь некоторые темы этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вновь в центре скандала. В деле семейной копилки появились новые пострадавшие. Почти тысячи квадратных метров в огне. Серьезный пожар вспыхнул в Оренбурге. 40 вопросов на повестке дня. Региональный парламент собрался на первое заседание в этом году. Самый веселый день Масленицы. Как в Оренбурге прощаются зимой? Почти 30 регионов России и страны зарубежья. Стартовала юбилейная выставка Агро-2020. Уверенная победа. Оренбургская надежда обыграла французский бурж. И начнем выпуск серьезного происшествия в областном центре. Сегодня утром в Оренбурге вспыхнул пожар. В огне оказалось около тысячи квадратных метров. На место ЧП приехали около 20 пожарных машин и десятки спасателей. Первые подробности и рассказ очевидцев в нашем материале. Убегаю, смотрю сначала с из-за дыма, потом сильный огонь пошел. Пожар разгорается в самом начале рабочего дня. Примерно в 10 часов утра. По словам очевидцев, первым вспыхивает цех кондитерских изделий. Практически сразу пламя переходит и на соседний склад. Ситуацию усложняет ветхость конструкции. Деревянные перекрытия за считанные секунды оказываются в огне. Начало гореть там. Потихоньку по крыше пошло. Они с той стороны тушат. Когда я сюда ехал, видел дым. Пока доехал, буквально минут пять, уже здесь полно техники. Все пожарные работают. По предварительным данным, под властью огня оказывается порядка тысячи квадратных метров строения. На месте происшествия работают около 20 пожарных машин и спецтехники. А также около 40 человек личного состава. С начала возгорания прошло около часа. Сейчас огонь уже удалось локализовать. Очаги пламени уже не бьют сквозь крышу. Спасатели работают уже внутри складских помещений. Разрушают остатки догоревшей крыши. И борются с очагами воспламенения. Спустя еще примерно полчаса удается полностью ликвидировать открытое горение. Сейчас на месте ЧП спасателями развернут оперативный штаб. Благодаря слаженным действиям подразделения города Оренбурга 9-го отряда, пожар был успешно локализован и ликвидирован на площади тысячи метров. Причина сгорания устанавливается, длинный определяется. На месте работают узнаватели, значит, также будет работать ИПЛ. По одной из версий, причиной возгорания могло стать замыкание проводки. Точную причину ЧП теперь предстоит выяснить специалистам. Вячеслав Кампо, Игорь Бероев, Новости дня. Новые пострадавшие в деле семейной копилки. Обманутыми оказались вкладчики не только в Оренбургской области, но и еще в четырех регионах России. Такие данные озвучили сотрудники полиции. Жители республик Башкортостан и Татарстан, а также Тюменской и Челябинской областей стали жертвами потребительского кооператива. Именно там работали филиалы организаций. В этих территориях поступило в полицию около 200 заявлений. Самым массовым регионам по пострадавшим пока остается Оренбургская область. На сегодня в нашем регионе потерпевшими по уголовному делу признано более 900 человек. Эта цифра не является окончательной, идет работа и, скорее всего, цифра увеличится. Кроме того, как ранее мы отмечали, по данному уголовному делу, которое в настоящее время расследуется следственной частью Следственного управления МВД России по Оренбургской области, назначена и проводится судебная бухгалтерская экспертиза. Сложность данной экспертизы заключается в том, что количество документов очень большое, и предстоит их все тщательно исследовать. Объем уголовного дела уже составляет более 170 томов. Причиненный ущерб оценивается в сумму около 250 миллионов рублей. Уголовное дело расследуется по двум статьям. Это мошенничество в особо крупном размере, а также отмывание денежных средств. Следователи продолжают работу по установлению всех лиц, причастных к данной работе. И другим темам. Парламентарии региона собрались сегодня на первое в этом году пленарное заседание. В повестке дня порядка 40 вопросов. Изменения вносятся в ряд областных законов. Они связаны с отдыхом и оздоровлением детей, охраной здоровья, организацией проведения капремонта в многоквартирных домах и другие. Кроме того, принят отчет о работе за прошлый год сенатора Тарембуржья и начальника полиции области. Первое заседание в году начинается по традиции с отчетов. Первым перед депутатами слово держит Андрей Шевченко. Представитель законодательного собрания области в Совете Федерации сообщает, совместно с коллегами рассмотрены 102 федеральных закона и более 40 предложений. Один из правовых актов, соавтором которого стал сенатором, закон об общих принципах местного самоуправления. Введен новый тип муниципального образования – муниципальный округ. Узочнены критерии, которым должны соответствовать городские округа, чтобы получить такой административный статус. Применение новых норм будет способствовать наведению порядка в практике организации органов местного самоуправления в территориях, а также улучшению финансового положения небольших населенных пунктов. Следом с докладом выступает заместитель начальника УМВД области. Руслан Магоменов уверяет, в рейтинге эффективности деятельности полиции Оренбуржья занимает одно из лидирующих мест в стране. На территории области фиксируется меньше краш и грабежей, но больше фактов мошенничества и хищения денег у граждан с использованием информационных технологий. Рост составил 51%. Депутаты рассматривают изменения в законы Оренбургской области, которые регулируют получение служебных жилых помещений, обеспечение жильем детей-сирот, обращение лекарственных средств. Все подробности в наших следующих выпусках. А сейчас к другим темам. Определена дата всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдет 22 апреля. Этот день станет официально оплачиваемым выходным. Однако не все знают, что изменится в Конституции. Только 23% россиян в курсе готовящихся поправок в главный закон страны. При этом информированность населения о предстоящем голосовании выросла за последний месяц на 10%. Сейчас это почти 80%. Такие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения. Социологи утверждают, что подавляющее большинство опрошенных намерены поддержать поправки, которые касаются индексации пенсии, социальной политики, ограничения на пребывание в должности президента, размером род, медицинского обслуживания, целостности российской территории и запрета на иностранное гражданство для чиновников. При этом ранее федеральные СМИ со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по поправкам Павла Крашенинникова сообщали, что, вероятно, в бюллетене для голосования будет всего один вопрос. Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституции? И ответить можно будет либо да, либо нет. Сам вопрос, который будет выноситься на голосование, будет утвержден указом президента о назначении общероссийского голосования. Знают ли оренбуржцы, какие именно поправки внесут в Конституцию? И знают ли о поправках вообще? С этими вопросами наша съемочная группа вышла на улицы областного центра. Слышал. Помощь пенсионерам. Я пенсионер. Она нам нужна. Думаю, что ничего они не изменят. Слышали. Что думаете они? Им покажут. Не слышала. Вроде все слушаю, но это не слышала. Слышала, но в общем они состоят, не знаю. Слышал, что будет Конституция, а какие нет. Нет, я не слышала и не слышала. Я слышала о поправках, а что конкретно у них еще не читала. В ходе нашего экспресс-опроса выяснилось, что большинство респондентов, а это 60%, о поправках слышали, но лишь 5% знает о конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование. Оставшиеся 35% опрошенных о возможных изменениях в главном документе страны узнали впервые. Это новости дня. Не переключайтесь. Далее в программе вы узнаете. Самый веселый день Масленицы. Как в Оренбуржье прощаются зимой? Почти 30 регионов России и страны зарубежья стартовала юбилейная выставка Агро-2020. Уверенная победа. Оренбургская надежда обыграла французский бурж. Мы продолжаем. И сейчас новости экономики. Лечение стало еще дороже. Чеснок, мед и имбирь. Традиционный народный набор, которым пользуются при заболевании гриппом и для его профилактики, за год позаметно подорожал. По словам исследователей, на повышение цен повлиял спрос на данные продукты. По сравнению с прошлым годом он вырос на 20%. Теперь, чтобы выздороветь, нужно заплатить 269 рублей, что почти на 6% выше показателя прошлого года. Но подорожали вовсе не все компоненты. Имбирь упал в цене на 1%. Средний чек покупки составит 51 рубль. Продажи чеснока увеличились на 25%. В среднем стоимость покупки обойдется в 53 рубля. Благодаря увеличению спроса заметно подорожал и мед. Объем продаж обогнал прошлогодние показатели на 18%. А средний чек вырос на 5%. Теперь за сладкое лекарство придется отдать в среднем 165 рублей. Сегодня самый веселый день широкой масленицы. В старину его называли «разгуляем». Именно в четверг на центральных площадях городов проводились масштабные гуляния с песнями и танцами. Если в предыдущие дни масленичной недели можно было еще заниматься какими-то делами, то с этого дня вся работа прекращалась. Сегодня середина масленицы. Впереди еще три дня праздника. В старину в этот день гуляли с утра до вечера. Плясали, водили хороводы, пели частушки. Традиционно именно с четверга повсюду начинали петь колядки, которые символизировали проводы зимы. Люди продолжали ходить в гости к друзьям и родственникам. Праздничный стол становился еще более богатым, а угощения более разнообразными. Нельзя было пропускать праздничные мероприятия и запираться дома. Наши предки верили, что если бурно веселиться, то весна наступит раньше. В Оренбурге самые массовые гуляния пройдут в последний день календарной зимы, 29 февраля. Именно на субботу намечено сжигание чучела и угощение блинами. И к другим новостям дня. Почти 30 регионов России и страны зарубежья в Оренбурге стартовала юбилейная выставка «Агро-2020». Это одно из крупнейших авторитетных региональных событий для всех, кто связан с сельским хозяйством. О передовых достижениях и лучших наработках сферы расскажет Виталий Дерябин. Смотр передовых агротехнологий и современной техники в преддверии очередного сельскохозяйственного сезона. «Агро-2020» – площадка для тех, у кого есть к этому интерес и кто может это себе позволить. Полмиллиона рублей и вы обладатель автопилота для трактора или комбайна. Идет по полю сам. Участие механизатора минимальное. Вот этот руль, точнее штурвал, никто не крутит. Это не какая-нибудь игрушка и не компьютерный симулятор. Это имитация реальной работы в поле, реальной техники. Так называемая технология точного земледелия вообще предполагает минимальное участие человека в процессе. Выбор самих тракторов, комбайнов и прочих агрегатов огромный. Цена вопроса от нескольких сот тысяч рублей до десятков миллионов. Вот прогревает мотор в 400 лошадиных сил самый мощный Кировец. А вот трактор «Иномарка» – аналог популярного МТЗ. Тех характеристики схожие, но комфорта больше и цена соответствующая. Вообще, по количеству техники и нагрузки на нее, Оренбургия по-прежнему отстает от других аграрных регионов. Помощь аграриям из бюджета в текущем году – 4 миллиарда рублей. Это больше, чем год назад. Однако меняется подход к распределению государственной поддержки. В приоритете тот, кто работает на земле эффективно. Уже почти 40% поддержки идет на стимулирование. То есть цель такая – деньги выделили, дай результат. То есть должно быть на 5-10% повышение производительности труда, увеличение продуктивности. Производительность, то есть урожайность растеневодства стимулирует дотациями на удобрения. Такой вид поддержки применяется впервые. Бюджет выделяет почти 250 миллионов рублей. Недостаток удобрений – одна из ключевых проблем регионального агропроизводства. Основной аргумент отказа от них – дороговизна. Ситуация с выходом соответствующего постановления областного правительства стала меняться. Из 10, допустим, хозяйств, 2-3 обязательно приобретают по статистике. И остальные знакомятся пока. Я думаю, на следующий год они будут нашими клиентами. Выставка «Агро-2020» будет идти три дня. В ее деловой программе запланированы различные семинары по проблемам сельского хозяйства, а также традиционное областное совещание по весеннеполевым работам. Виталий Зерябин, Георгий Бурлузский. Новости дня. Теперь о спорте. Сыграли как надо. В завершающем матче группового этапа Евролиги баскетболистки Оренбургской надежды принимали французский бурж и одержали уверенную победу. Обе команды досрочно обеспечивают себе места в первой четверке и к заключительному 14-му туру подходят с абсолютно одинаковыми показателями. Ситуация предельно понятная. Кто выигрывает, тот и занимает третью строчку таблицы. И, соответственно, лучшую позицию перед плей-офф. Поначалу игра равная. В стартовой четверти гости ведут 10-7. И тут хозяйки совершают определяющий рывок 17-2. В дальнейшем наши контролируют ситуацию. В третьем периоде включают активную защиту 18-8. И ровно в середине завершающего игрового отрезка преимущество надежды становится плюс 23. После чего хозяйки позволяют себе расслабиться, а француженки существенно сокращают отрыв. На тот момент мы ввели на 23 очка. Мы не до конца удержали такой стиль игры. И это позволило противникам забить 22 против наших 8-ми. В итоге надежда выигрывает не разгромно, но достаточно уверенно. 74-65. Лучшую игру в сезоне выдает Дарья Намок, набравшая 20 очков. В отсутствие тернер лидерские функции берет на себя Карина Низамова. 17 баллов. Традиционно полезна Анастасия Веремеенко. 10 очков, 10 подборов, привычная пара блокшотов и целых 5 перехватов. У Буржа забивают все 10 игроков, выходивших на площадку. Но для успеха этого мало. Мы приехали сюда за победой, но надежда заслужила сегодня свою победу. Они играли более агрессивно и более усердно. Поэтому мы не смогли их победить. Бурж замыкают четверку нашей группы и на старте плей-офф получают грозный фенербахче. Надежда в четвертьфинале Евролигии сыграет с еще одним французским клубом «Леоном». Анатолий Юденич, Владислав Горбунов. Новости дня. На этом все. Вернуться к обзору событий можно в любое время на сайте media56.ru. А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова